Это коммунистическая страна. И во главе Китая стоит Компартия. Даже как и во главе Вьетнама стоит Компартия. И во главе Лаоса, по-моему, если я правильно помню. Северной Кореи. Не в Северной Корее, я не отношусь в Северной Корее. То есть коммунистический режим Китая совершенно, так сказать, приемлем для экономических отношений. В свое время в Соединенных Штатах господствовала доктрина, что Соединенные Штаты должны обладать абсолютным военным превосходством над всеми странами мира вместе с ним. Да, я помню. В России тоже была такая концепция? В Советском Союзе? Не было. В Советском Союзе? Не было. Не было. Солько я помню, лекция о Хромеево. Не было. Я скажу о том, что было в России. Я же не скажу только об Америке без России. Сейчас говорю о Америке. Потом оказалось, что это слишком накладно. И тогда решили сократить военные расходы, военную мощь. И речь идет о неконвенциональной мощи. Для того, чтобы справиться с основными противниками, то есть превосходство над ними, такое, чтобы в случае военного конфликта была безоговорочная победа американских вооруженных сил. С союзниками, без союзников не играет роль. В Советском Союзе тоже была концепция сначала, которая говорила о том, что необходимо выстроить свои неконвенциональные вооруженные силы так, чтобы добиться победы. Но где-то в 70-е годы они поняли, а зачем? Лучше добиться такой военной мощи, которая будет настолько опасна противнику, что даже если эта мощь не обеспечивает победы, но урон, который может нанести противнику, будет такой, что он никогда не решится на войну. И это было основное. То есть и сегодня Россия не готовит свои вооруженные силы для того, чтобы победить американцев. И достаточно, чтобы эти вооруженные силы обладали такой военной мощью, которая приведет американцев к тому, что они никогда не пойдут на открытый военный конфликт, потому что ущерб будет для них нестерпимый. И это приводит к тому, что каждая страна планирует свои вооруженные силы именно в этом аспекте. У американцев очень большие военные расходы, связанные с конвенциональными силами. Около 700 военных баз по всему миру. Половина американской армии служит за пределами Соединенных Штатов. Это колоссальные расходы. Нет сегодня ни одной точки на земном шаре, где не было бы одной, двух, трех американских военных баз. Это стоит денег. Огромных денег. Насколько они обеспечивают безопасность Соединенных Штатов или предотвращают угрозу Соединенных Штатов, это вопрос спорный. Но американцы так считают. Ну да. Их деньги, их баз. Поскольку сохранение глобального превосходства во всем мире, экономического, политического, в любой точке земного шара и военного, обеспечивает интересы преимущества американской экономики. Они опасаются, что если этого не будет, американская экономика очень быстро ослабляет. И они отчаянно борются за это. И, как мы говорили раньше, украинский конфликт или американский-китайский конфликт, это одна из частей этого. Но с чисто военной точки зрения, Россия сегодня обладает достаточной мощью по тем видам неконвенционального оружия, которые сегодня существуют, чтобы Соединенные Штаты не решились на прямое спровоцировать на военный конфликт. У России нет никакого желания провоцировать военный конфликт, потому что у нее нет никаких интересов. За всю историю Соединенных Штатов более 10 раз были предложения американских генералов атаковать неконвенциональным оружием территорию Советского Союза. Начиная с 1946 года, Карибский кризис и прочее. Во время Корейской войны Маккартов предлагал атаковать Китай.